Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз, в эфире Анна Глазунова. Я расскажу вам о главных событиях Казанского федерального университета. Это к сегодня выпуске. В КФУ прошло заседание ученого совета. Выпускники Высшей школы бизнеса КФУ получили дипломы. КАФ в Казанском университете прошел диктант по английскому языку. В Казанском федеральном университете состоялось очередное заседание ученого совета. В повестку дня вошли открытие новых инновационных и технологических центров, конкурсный отбор на должности в увековечении памяти выдающихся ученых и представление к присвоению ученых званий. Подробности в следующем сюжете. 29 ноября в Зале Попечельского совета Казанского федерального университета состояло заседание ученого совета. На повестке дня стояло 4 вопроса. Началось заседание обсуждением открытия новых инновационных и технологических центров, начинающих свою работу на площадках КФУ. Прежде всего, это сотрудничество Казанского университета и ПАО КАМАЗ. ПАО КАМАЗ и КФУ создают целую серию беспилотных транспортных средств. На основе существующих и перспективных моделей автомобилей. Последние разработки планируется начать внедрять в 2019 году. Новый центр исследований и разработок интеллектуальных транспортных систем КАМАЗ КФУ приведет работы мирового уровня в области систем автопилотирования. КАМАЗ рассматривается как одно из наиболее продвинутых в этой области предприятий, тем более трехгодичный опыт совместной работы. В ближайшее время также планируется открыть научно-клинический центр претезионной и регенеративной медицины. На базе центра будет сконцентрирована работа ведущих лабораторий подразделения, биобанка и приоритетного направления КФУ, трансляционная СМП-медицина. Будет создан дополнительный международный медицинский совет, в состав которого уже изъявили желание войти ведущие ученые и медики из ведущих центров. Будет большое внимание уделено развитие цифровой медицины, а это первый шаг – это создание единой экономной базы данных заболеваний. Одной из особенностей научно-клинического центра претезионной и регенеративной медицины станет то, что расположен в здании, где раньше функционировала университетская клиника КФУ. Именно при соединении к структуре КФУ, учреждении здравоохранения, университет получил возможность и ресурсы для развития центра подобного масштаба. Поскольку в здании на ВОКУ была уже создана клиника диагностической лаборатории, обслуживающая всю клинику, там создан биобанк, там создана лаборатория РИКЕН-КФУ геномных исследований, там создана лаборатория с Росфондом по ЭЧЛ-гену спиру. Более того, этот центр строительства и реконструкции, она не будет ложиться бременем финансовым на федеральный университет, поскольку есть заинтересованные компании, частные лица, которые готовы профинансировать развитие всех этих новых исследований. В повестку дня также вошли вопросы, связанные с конкурсным отбором на должности, увековечивание памяти выдающихся ученых и представление к присвоению ученых званий. Диана Шиклова, Леонардо Влесьяров, Универ Ньюс. Состоялось торжественное вручение магистрских дипломов Высшей школы бизнеса Казанского федерального университета. Выпускники получили дипломы по направлениям менеджмент и экономика. В Музее истории Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония вручения дипломов MBA. Выпускниками стали магистры Высшей школы бизнеса Казанского федерального университета. Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета имеет 18-летнюю историю в сфере бизнес-образования. Это динамично развивающаяся структура университета, которая имеет международную аккредитацию в своих образовательных программах. 48 выпускников получили заветные дипломы по профилям менеджмент предприятий, управлении проектами, бизнес и финансы, а также интегрированная отчетность в бизнесе. Главной целью Высшей школы бизнеса КФУ является формирование профессиональных управляющих в сфере бизнеса и менеджмента. Анна Глазунова, Леонардо Влитяров, Универньюз. Проверить свои знания в написании диктанта по английскому языку смогли студенты вузов и старшеклассники со всей России. Казанский федеральный университет стал главной площадкой, где прошла образовательная акция. Диктант написали около 25 тысяч учащихся. Подробности в следующем сюжете. Диктант по английскому языку написали студенты вузов и старшеклассники со всей России. К образовательной акции присоединились более 130 организаций высшего и среднего профессионального образования, а также порядка 300 школ нашей страны. В Казанско-федеральном университете диктант прошел на четырех главных площадках. В главном здании КФУ, в Институте психологии и образования, в Институте международных отношений во втором высотном корпусе. Участие приняли около 25 тысяч обучающихся из 70 регионов России. То, что диктант пишет такое количество народа, лишний раз доказывает то, что интерес к иностранным языкам набирает сил, он никогда не иссякает. Это продолжение той доброй традиции, которая была заложена буквально год тому назад. В прошлом году диктант был посвящен году Николая Ивановича Лобачевского, а 2018 год, как известно, в Республике Татарстан и КФУ объявлен годом Льва Николаевича Толстого. Поэтому участники диктанта писали о творчестве выдающегося писателя. Текст был составлен зарубежными специалистами, которые занимаются творчеством Толстого. В первой физической аудитории главного здания КФУ текст на английском языке прочел председатель Верховного суда Республики Татарстан Ильгиз Гелазов. На других площадках текст диктанта читали профессионалы, владеющие иностранным языком, а также преподаватели английского языка. Без знаний иностранного языка сейчас очень сложно ориентироваться вообще в мире, в научном пространстве, в профессиональном пространстве. Мы свято верим в то, что учиться должно быть интересно. А такие акции, они несомненно повышают интерес к получению знаний у современной молодежи. Результаты диктанта будут размещены на сайте КФУ и официальных сайтах организации, проводящих данный проект. Участники будут отмечены сертификатами, а победители-призеры получат дипломы. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. В Казанский федеральный университет съехали студенты со всей России. А причина Олимпиада по арабскому языку подробнее в нашем сюжете. В Институте международных отношений Казанского федерального университета состоялась Всероссийская студенческая олимпиада по арабскому языку. Олимпиада открывает новые возможности для диалога студентов из России и представителей Российской Федерации в целом с представителями арабского мира. В особенности это касается межкультурных цивилизационных связей. В мероприятии принял участие проректор по внешним связям Казанского федерального университета Ленар Латыков. В состав жюри вошли представители различных институтов арабских стран, а также Лейпцигского университета и нескольких российских вузов. Участниками Олимпиада стали около ста студентов, представляющих вузы Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и Нижнего Новгорода. Среди номинаций Олимпиады – письменный конкурс, конкурс перевода, конкурс устной речи, поэтический конкурс, фотоконкурс «Арабский мир в объективе» и конкурс «Понимание устной речи». Итоги Олимпиады будут подведены 1 декабря. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз. Как преподают русский в других странах, а каково место нашего языка в мире? Эти и другие вопросы обсудили на конференции «Русский язык и литература в тюркоязычном мире». Подробности в следующем сюжете. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета открылась международная конференция «Русский язык и литература в тюркоязычном мире». В ней мы можем проявить интеграцию сразу нескольких научных школ нашего института, нескольких направлений, в которых работают наши ученые. Это, прежде всего, Казанская лингвистическая школа, это Казанская тюркологическая школа и Казанская школа литературоведения. На конференции обсудили вопросы использования русского языка в тюркоязычных регионах России и мира, в особенностях мультикультурной коммуникации, диалога культур, места русского языка в мире и преподавания его как неродного. «Сегодня практически нет монолингвальных государств, практически все государства у нас полилингвальные, и особенно в нашей ситуации, когда мы живем, я в Казахстане, допустим, взаимодействие активное». В конференции приняли участие представители университетов разных регионов России, а также Казахстана, Узбекистана, Ирана, Китая и Турции. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз. На этом у меня все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин